друзья привет здравствуйте сколько лет сколько зим рада вас видеть у себя в гостях на даче сегодня 31 мая 2020 года и давайте я вам покажу что мы сделали и за май этого года и вообще по сравнению с прошлым годом какие изменения для тех кто впервые смотрит видео и пожалуйста посмотрите сначала где-нибудь тут оставлю ссылку на плейлист с дачными видео я хочу сказать что участку второй сезон мы его купили в августе 18 года поздним августом до 20 числах в тот сезон огородных работ не проводили начали в прошлом году в мае 19 сейчас конец мая 20 вот что сумели сделать то сумели работников двое я и мама моя ей 70 лет но она еще ого-го любому даст фору в этих делах муж помогает но не земельными работами с другими очень сильно помогает без него бы было сложнее все намного сделать вот пожалуй все вводные никого ничего не учу просто показываю канал у меня рукоделие и это просто как будто бы вы зашли в гости вот так надо смотреть и друзья еще один извечный вопрос который возникает всегда зачем нужна дача для отдыха или для работы начинаются какие-то споры убеждения рассуждения знаете у меня вот принцип такой живи сам и даже жить другому так как ему хочется поэтому давайте вот с этой концепцией и пойдем погуляем по саду у меня ловушка рванул итак давайте начнем с теплички высажены ну на сегодняшний день практически все садовые работы закончены высажены помидорки они уже вот какие большие вытянулись рассаду выращивала мама я тут ни при чем и вот нас огурцы сегодня мы их видим и будем разряжать потому что некоторых луночках ничего не выросло первая зелень мы уже ее вовсю едим лучок салат листья редиса пока молоденькие были руккола и там вдалеке какие-то цветочки укропчик да вот такая вот вот такая вот красота я здесь выполняла роль подсобного рабочего все копала помогала садить но это вот теплица это намина любимая вотчина она тут и вошкается хотя здесь конечно сложновато работать значит вот смотрите вот дорога мы по этой тропинке заходим в сад у меня сегодня большие сенокосная работа часть уже выполнена часть сейчас буду делать и вот дом ничего не изменилось прошлого года поэтому я вас внутрь приглашать не буду и вот начались грядки смотрите клубничка локушка на страже лучок чесночок и снова клубничка я рассчитываю в этом году поесть ягодок потому что жалкие 15 кустиков которые купила в прошлом году превратились в три плантации вот мы вчера прибрались вот здесь вот и две то у нас появились прошлом году еще вот эти вот три грядки не смотрите на траву в меже я сейчас все это покажу и будет чистенько аккуратненько просто мой месяц он такой сложный здесь надо и садите и дачу приводить в порядок после зимы но здесь тоже все засажено здесь большой парник с кабачками и вот здесь у меня появился новый участок это участок который я копала три выходных дня у меня под картошку прошлом году мы просили людей естественно за деньги нам помочь они вскопали ну ты знаете как это просто перевернутый дерн был вот чтобы довести его до такого состояния что можно было что-то туда посадить вот это вот только случилось в этом году и картошечку уже мы посадили по краю идет там где полито горох и бобы вот весь огород вот там вдалеке еще тыква и остался у нас поход в цветных друзья ну вот это вот мой розарий я в принципе уже определилась по цвету дорожкой с этой стороны у меня три розовых куста вот они стоят в рядочек и с этой стороны я хотела посадить три куста такой более желтоватый бежевый такой гамме уже заказала эти сорта но видите сейчас с самоизоляцию нет выставок я не могу встретиться с продавцом пока думаю что все случится чуть попозже поэтому здесь у меня будет вот так вот дорожка я ее не засаживаю в этом году уже я посажу вот эти вот саженцы розы вот посмотрите что у нас происходит сосед что-то жжет и мы все в дыму короче розы перезимовали прекрасно даже вот тот дальний пьер деронцар он вообще-то капризуля но они все девочки и мальчики все перезимовали молодцы давайте мы сейчас к ним поближе сходим подойдем посмотрим чистец мой бордюрный вымахал в этом году это второй год у него многолетник вымахал а вот маргаритки которые за ним немножко я проредила потому что слишком много было всего ну и пошли посмотреть что с розами а ну вот и давайте сразу покажу вот продолжение у меня тут плодовый садик кустики которые в прошлом году садили они все ребята молодцы посмотрите на смородинку у нее был было цветение в этом году и есть уже ягодки это ли не классно посмотрите какая прелесть 2 смородинка это хорошие сорта которые на урале живут и тогда дата жимала с ягодками стоит я вчера тут все скосила потому что вот так было травы и сегодня я пойду косить еще раз и так это леонардо леонардо красный он лучше всех перезимовал я все розы обкарнала перед зимой и зимовали они под укрытием но вот мы дальше пойдем посмотреть у пьера у него длинные побеги не выжили у этого тоже один вот мертвый сухой стоит а остальные это обстановить какие зелененькие так это просто леонардо тоже смотрите хорошо как пошел красота моя и вот дальше у меня пьер пьер был самый высокий в прошлом году видите я его надо наверное все таки это отрезать вот это все сухое но он от корня пошел остальное все у него замерзло вот такая вот прелесть будем ждать больших побегов больших большого количества бутонов и красивых цветов дальше курильский чай выглядывает ну и некошенный плацдарм с этим у меня участочком все друзья вот сегодня надо еще посадить рассадку цветочков они эти наглазки и вот все не помню кто это потом вам скажу такие красавицы и георгинки есть георгины на улице стоят так вот георгины рассада своя этот помощник еще показывает что еще есть в общем вот фронт работы мы закончили на сегодня покос с лукой покажем сейчас сейчас вам покажем вот это вот мы уже все видели теперь поворачиваемся поворачиваемся это вот смородинка и вот какая чисто очень чисто ну вот это мне очень чисто еще одна стихийно образовавшаяся клумба но это временное пребывание мама высадила только что сюда ценю вот это гвоздичка и вот это гвоздички как они олимпийские или как они называются вот эту мы сажали семенами а вот эту нет вот эту сажали семенами а вот это я накопала в огороде и пересадила ее дальше смотрим яблонька подросла она еще не цветет и понятно на маленькая она только отошла в прошлом году первый год мы ее посадили водосборы подрастают и калина опять я забыла название ну ладно калину потом пересадила и и вот друзья клумба ну не клумба просто посадки цветочные на входе в участок дорога тут много всего посажено это все более-менее прижилось флокс василек разросся мы в прошлом году садили частицы по словину посадила сюда вот отсаженная маргаритка она чувствует себя лучше здесь прямо уже большие цветы это второй год смотрите какие большие такая красавица вообще вот такая вот история сейчас сзади расцветет здесь вот он еще будет побольше этот василек и будет у меня что-то типа бордюра мелкие ирисы дальше сорняки было немножечко тюльпанов тюльпанчики я вам покажу на фотографии не успела я заснять эти вот очень веселенькие цветочки да я думали что за зверь такой растет думали может забыли чудо ткнули оказалось сорняк ну ладно пусть постоит пока цветет он красивый вот эти венерины башмачки два высоких и вот здесь у нас прижился жасмин чубушник еще пока не цвел ранее мы еще два больших флокса с флоксами все хорошо вот с этими а здесь один только вот остался ну и гортензия гортензия метельчатая по моему да тоже пошла пусть растет вот такой вот вид вот это мои сегодняшние труды вот еще тут цветочек один найден надо мне его пересадить туда осталось у нас около часа времени я сейчас докажу еще маленький кусочек покажу вам новый цветничок и все и будем садить цветы и домой завтра дело много всяких по работе так кто-то у нас тут сидит это дичок просто и он уже шиповник он уже с бутончик прелесть какая остался с прошлых хозяев ну и все ребята вот плодовый сад там типа розарий будущий тут представьте в этом баня я представляю вот последний цветничок в смысле новенький георгины в строчку мак ой пион мак пион пион еще кто-то и вот такие вот малявочки видите какие хорошенькие красненький цвет а какая прелесть вот так вот он будет длинный до конца теплиться что-нибудь еще туда подсадим а а и Субтитры подогнал «Симон»